Всем привет, мои хорошие! С вами Айка, и сегодня у нас очередная обжираловка. У нас сегодня запеканка, огурчики, помидорки, болгарский перец и все остальное. И вот такой вот напиток, что-то вроде душеса. Минуточка АСМР. Еще пару минут. На пиво, да, похоже? Так мало всего здесь. Совсем вот капельку, полстакана. Кажется, что дофига, но ничего подобного. И давайте приступим. Приятного аппетита вам, если вы тоже кушаете вместе со мной. Мама купила огромную просто такую штуку сыра какого-то. Настолько вкусно. Я подумала, острый перец. Нежненько. Я, короче, попросила вас позадавать вопросы. Тут дальше тикток, где я такая. Итак, первый вопрос. Что бы ты предпочла, любовь или карьеру? Я не могу сказать, что я бы чувствовала себя классно. Если бы у меня было все, но не было бы в жизни любви. Мне кажется, любовь это неотъемлемая просто часть нашей жизни. Я завидую тем людям, которые не умеют любить, так скажем, не привязываются к людям. Поэтому я так делать не умею. Вот. Что-то между. Очень сложный вопрос. Я считаю, что полностью себя отдавать, чисто отношениям, ничем не заниматься. Просто быть хранительницей домашнего чага. Я бы однозначно не хотела. Вот ни за что. Для меня это не жизнь. Не важно, кем я работаю. Кем-то я должна работать. Не обязательно прям строить супер грандиозную какую-то карьеру. Просто ходить на работу, приходить, это для меня очень важно. Пусть даже работа не с полной занятостью, например, да. Но все равно куда-то выходить, чем-то заниматься. Но семья тоже это очень важно. Я заметила, что все больше и больше девушек, да и парней. Не хотят создавать семью и так далее. Мне кажется, это немножко неправильно. Потому что в трудную минуту рядом с нами наша семья. Самое главное в жизни сначала семья, в которой ты родился, а затем семья, которую ты создал. Как зашло. Следующий вопрос. Айка, как относишься к тому, что муж и жена живут с родителем? Я к этому отношусь ужасно. Я вам говорила уже про это. И некоторые в комментариях женщины в возрасте, которые меня смотрят, у которых есть сыновья, пишут, что я не права, я не должна такое говорить. Но это лично мое мнение, извините, если мое мнение задевает ваше. Просто я считаю, что до конца самостоятельным эта семья не сможет стать, как отдельная ячейка общества, пока они находятся под опекой родителей мужа. Ещё хуже, если это родители жены. Лучше снимать квартиру. Лучше снимать комнату. Но жить отдельно. Конечно, если у вас супер взаимоотношения, полное взаимопонимание, вам просто офигенно вместе с его родителем, я ничего не могу сказать. Но мне кажется, нужно сохранять уважение изначально. И после того, как там у вас скандалы, разборки, потом уже расходиться. А изначально. На мой взгляд, нервы дороже всего этого. Поэтому я бы, например, не согласилась жить с родителями моего мужа, если у меня бы стоял такой выбор. Я бы предложила снимать, я бы предложила жить на моей квартире, например. Но не с родителями, ни в коем случае. И чем дальше, тем я понимаю, насколько это правильно. У всех плюс-минус одни и те же проблемы. Там подруга вышла замуж, например, знакомая. Возникают неприязни, хотя изначально были хорошие отношения. И чтобы сохранить это уважение, на мой взгляд, опять же, лучше жить отдельно. Вкусная тапиканка. Но она у меня получилась не очень сочная. Смотрите, как будто картон. Можно, например, очень часто ходить в гости. Постоянно ходить в гости к родителям мужа, например. Но жить вместе с ними, лишь на мой взгляд, это неприемлемо. Потихоньку я замечаю, что у нас тоже это все сходит на нет. Раньше казалось, что как? Просить родителей жить отдельно. А сейчас наоборот. Вот, например, взять мою маму. Моя мама говорит, ни в коем случае. Пусть живут. Например, у меня брат женится. Пусть живет здесь. Мама говорит, я готова съехать, я готова снимать. Лишь бы не вмешиваться в их жизнь и быть виноватой. Пусть что хотят, делают. Главное, чтобы мне было спокойно. И моему сыну было хорошо. Я считаю, что если все будут поддерживаться этой позиции, будет просто все офигенно. Например, мои родители стали пожилыми. Уже нуждаются в какой-то помощи. Я согласна им помогать, их обеспечивать все, что угодно, чтобы им было хорошо. Именно поэтому я хочу дочку. Потому что в жизнь сына вмешиваться не стоит. Поэтому я бы хотела дочку, чтобы вмешиваться в ее жизнь. Но вы поняли. Расскажи про своего родного брата. Я просто не знаю, что именно рассказывать. Я много чего рассказывала вам. Некоторые, например, из нашего окружения говорят, что мы когда разговариваем, там манеры речи, там, не знаю, руками как шевелим, когда разговариваем, у нас с братом похоже. Но внешне, на лицо мы вообще не похожи. Когда мы куда-то шли в какие-то заведения, все нас принимали за парня и девушку. Внешне как-то не очень. Мне тоже кажется, что не похожи. Хотя, может, мне так кажется. По характеру мой брат это не мой идеал. С ним, например, не посекретничаешь. Например, я бы себе такого парня, как мой брат, не хотела бы. Однозначно. Просто мимо. Он достаточно сложный человек. Абсолютно деревнивый. Абсолютно. Мне кажется, у него просто нету этого чувства ревности. Я не знаю, что это такое. Он порой вспыльчивый. Может даже нагрубить. Если сильно разозлиться. Но его не так легко разозлить, если честно. Но если он прям разозлится... Вы знаете, человек такой праздник. Всегда шутит. Всегда удачно шутит. У него очень хорошо получается шутить. Никогда не нервничает. Тут у него нету такого... Например, свадьба. Представим ситуацию. Все там танцуют лесгинку. Ему скажешь, выйди потанцуй. Он никуда не скажет. Я стесняюсь. Как-то неудобно. Ну, не знаю. Раз позорится, позорится до конца. То есть он выйдет, как сможет, станцует. Любой танец. Даже танец живота. Если надо, он и это станцует. И у него нету каких-то комплексов. Он вообще такой харизматичный достаточно. Вот. Вообще бескомплексный он. Даже не знаю, скажешь, там у тебя лоб большой или еще что-то. Ты какой-то страшный. Он скажет, ну какой есть. Нормально. Пойдет. Вот так вот он скажет. Он за что меня все детство тюкал, что у меня кривые зубы и маленький рот. Всю жизнь я говорю, где маленький рот? Вот. Поэтому я не могла указать на его минусы, например, во внешности. Потому что человек очень любит себя. Считает себя вот таким. Ну, единственное, что я могу сказать про своего брата, он не бабник. Ну, просто была интересна мужская психология. я спросила у своего брата, я говорю, а ты изменял, говорю, в отношениях? Он такой, нет. Я говорю, ты как бы плохо к этому, наверное, относишься. Он такой, нет. Я говорю, а почему тогда не изменял? Он такой, вот общаешься с одной девушкой, тратишь на нее отдых, на времени, финансов, не знаю, всего, всех ресурсов, которые у тебя есть. Зачем еще одна? Просто, говорю, я не вижу смысла. Вот одна есть. Поболтать с кем есть, в ресторан пойти с кем есть. Зачем еще одна нужна? Этого носит мозг, а ты прикинь, две появятся. Меня просто, говорит, не хватит на двоих. Мой брат искренне не понимает, зачем некоторые парни заводят, не знаю, трех девушек. В чем прикол? Зачем это нужно? Конечно, мой идеал мужчины должен был сказать, нет, конечно, я к изменам отношусь очень плохо. Что значит изменить своей любимой? Да нет, никогда в жизни. Но ответ я получила плюс-минус, более-менее нормальный. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Субтитры создавал DimaTorzok